Розенов выставляет Гоголя как близкого себе критика христианства. Вот что принес на землю Христов. Каких чичиковых собакей, коробочек. Какое тупо умное искудо душевное. В борьбе с Гоголем Розенов, конечно, все эти честно признал свое поражение. Парадоксально, но факт революции открыла Розенову глаза на правду Гоголя. В поражении Розенова нет ничего особенно удивительного в сущности с Гоголем. Не мог справиться и сам Гоголь. Важен надзакон не только итог, но и сам смысл Байм. Смысл Байм. Литературно-критическая интуиция не подвела Розенова. Именно в Гоголе он нашел сосредоточенные более острых проблем, мучивших русскую литературную мысль в течение десятилетий, может быть, даже полутора столетий. А Гоголь же со своей стороны предстал, как художник, загадка которого неисчерпаема. То есть, как истинный дворец. Дворец. Субтитры создавал DimaTorzok